Всем привет, с вами модный блогер Станислав Андреевич, здоровья вам, вашим близким. Берегите себе, это заключительная часть биографии лагерной жизни. Вот, если контент по какой-то тюремной, там, около тюремной тематике будет, ну, я думаю, он будет, он явно будет уже, ну, скорее всего, не про мои истории, потому что всё, что, наверное, я хотел рассказать, я рассказал. У меня есть, кстати, книга, аудиокнига, называется «Не забуду, мать родную». Вот, стоит она 400 рублей, она надиктована актёром озвучки профессиональным, так, по-моему, это называется, «Булдаков». Ну, кто аудиокниги слушает, те 100% голоса узнают, поэтому, если интересно, пишите в личку. Вот, всё это написано тиратурным языком, автор Артур Алехин. Ну, многие помнят, кто давно на канале «Эпопею», что у меня была и печатная книга. Это первая часть трилогии, но которую мы прекратили писать после того, как вышел закон, запрещающий публикацию, ну, не публикацию, а пропаганду вот всей вот этой истории. Там никакой пропаганды нет, но, как бы, мы решили, ну, что называется, кота за яйца не дёргать. И издательство, ну, отказывается публиковать. Ну, в принципе, это не важно. Аудиоформат, он... Ну, в аудиоформате всё точно так же, как написано в книге на бумаге, поэтому, если что, пишите. Вот. Последний срок, крайний, как хотите, называйте, я освобождался в конце 2008 года, в декабре. То есть, в последний раз я освободился, ну, вот, практически 15 лет назад. 15 лет назад в моей жизни ничего подобного не было. Кстати, недавно был ролик у меня о Дмитрии Юрьевича, ты не прав. То есть, как бы, со всем уважением, да, к его контенту и любви. Вот, несмотря на то, что в последнее время я его не смотрю, мне стали говорить, что вот Дмитрий Юрьевич Гоблин рассказывает о 90-х, как было тогда. Ну, ребят, на минуточку я в 97-м первый раз сел, ёпта, причём на малолетку. А малолетка, сами знаете, это такое место, где, блядь, который отстаёт от взрослого режима по понятиям лет на 10. И нихуя ничего подобного, о чём я говорил, не было. Поэтому, ну, я сам с 90-х сижу. В последний раз я смотрел, что в 2008-м это был вот как раз Маршанск. Всё стандартно, обходная, дают обходной лист, нужно подписать, собрать подписи. Там у начальника отряда, ну, на промзону мы не ходили, у начальника отряда где-то в библиотеке, ещё где-то, ну, короче, у завхоза. Мол, ты ничего не должен, никакого имущества не брал, там ничего не попортил, в общем, с тебя взыскивать нечего. Мама мне, когда приезжала на свиданку, вот ту свиданку, которую я рассказывал в том ролике, она мне на счёт положила какую-то сумму денег, я её попросил для того, чтобы купить терпинкот. Вот есть такие препараты были, сейчас они запрещены, это, ну, я так понимаю, перенесены к наркотическим препаратам, причисленные. И я думал, вот я сейчас освобожусь, куплю, захаваю и поеду. Она мне оставила какую-то сумму, я не помню, но я говорю, оставь мне, а то тут ничего не оставляют, как ехать. А мне нужно было ехать, чтобы вы понимали, из Маршанска добираться до Тамбова, ну, на чём-то, и потом с Тамбова ехать в Москву. У меня был кентафурик ещё с прошлого срока, Коли Скинхед, он умер, кстати, пару лет назад. Он, это вот тот пример человека, который не употреблял наркотики, торчать стал, сидя в зоне, и, ну, в итоге там во все тяжкие освободился, сторчался, заболел вичом, сел ещё раз, освободился, умер нахуй. Ну, как бы, конец всегда один и тот же. Те, кто не употребляет, знаете, есть такая поговорка, все наркоманы когда-нибудь перестают употреблять наркотики. Некоторым это удаётся при жизни, вот ему нихуя не удалось. Вот. И он меня должен был встретить на вокзале. Короче, подошёл день освобождения, всё стандартно, да. Освобождаться всегда по кайфу, то есть ты всегда оставляешь за спиной вот эти вот стены. Вот, была зима, было, ну, я не помню, то есть я сел в конце ноября, это где-то был год и месяц срок, это был прям чуть ли не конец, ну, не чуть ли не конец, чуть ли не там 27 число, чуть ли не 26, 27, 28 декабря. Вот. То есть зима, я помню, я освободился и рядом, ну, всё, вот, вы вышли, мне начислили, мне дали на руки эти деньги, там, не помню сколько, ну, их там, не помню, блядь. То, что мама оставляла, и они мне ещё какую-то сумму начислили. Ну, типа, там, они должны выдать там зэку на проезд. Я помню, ну, вот это, запретка, я уже, с другой стороны, это зима, зимний, ну, успею, нет? Вроде успел. Зимний этот, как его? Ну, мог не успевать, но чтоб следующий светофар. Зимний воздух, прям такой воздух свободы и еле, прям. Ой, не еле, вру, эти сосны. Сосны, прям, такой сосновый бор. Вот, ну, я, короче, пошёл в аптеку, купил того самого препарата, который сейчас запрещён, захавал. И спросил, где тут автостанция. Не помню, как добрался до автостанции, там, пешком или на маршрутке, я доехал до автостанции, взял билет на Тамбов, на автобусе. А меня под этой хернёй, которую я сажал, всегда укачивает. И я ехал, блядь, с Маршанска до Тамбова, и я через каждые 10-15 минут просил, блядь, водителя, чтобы он остановил, вот, меня, ну, чтобы он остановил автобус, я выходил и блевал. Блядь, я не знаю, ну, как бы, почему мне там, почему водитель просто взял и не уехал, нахуй. Ну, наверное, оказался, ну, порядочным, да, работником. Я всё-таки билет купил, может быть, действительно мне плохо, да. То есть, ну, и почему мне там пизды не дали, эти, кто-нибудь, кто ехал. Какого хуя, еб-то. Ну, я вот, я не знаю, я, наверное, блядь, раз, ну, я не знаю, раз в 10 за эту поездку, там, несколько часов ехать, раз в 10 просто подходил к автобусу, к этому, я вот сижу, пытаюсь, знаете, когда тебя укачивать, сконцентрироваться, и всё равно, вот, и вроде как бы по кайфу блевать, ну, пиздец, через каждые, там, я не знаю, 20 минут, там, тормозить, тормозить, и я выйду, блядь, пиздец. И я, как сейчас помню, ехал этот автобус, ну, как бы, типа, междугородний, и там висел телевизор вначале, я как раз на первом или на втором ряду сидел, и там как раз фильм был, как сейчас помню, «Неваляшка». Это про какого-то боксера, ну, типа, «Неваляшка» его нельзя было уронить, там, какой-то русский. Ну, хуета какая-то редкостная, на мой взгляд. Вот, я приехал, короче, в Тамбов, доехал до вокзала. Блядь, я, если честно, смутно помню, я, блядь, взял, то ли взял, то ли мне дали, блядь, эти билеты, я не помню. По-моему, мне выдали билеты. Помню, мне выдали деньги на автобусы, выдали билет с Тамбова. Хотя, по большой стороне, мне кажется, с Маршанской можно было выдать, но они почему-то вот с Тамбова я ехал. Ну, я так понимаю, через Маршанск же тоже идут поезда. Может быть, они реже идут, Тамбов все-таки более такая, ну, крупный город. И, короче, я помню, что я это, как его, в этом плацкарте и приехал я, блядь, я не помню даже, во сколько я приехал. То ли под утро, блядь. Ну, короче, я вышел на эту станцию, меня приехал встречать, ну, вышел на вокзал, там, Павелецкий. И я вышел, и там приехали меня встречать Коля, блядь, скинхед, Юра Капай такой, блядь. Ну, вот это вся шобла-ебла, блядь, алкаши-наркоманы, блядь, у Коли там была девятка, мы сели в эту девятку, я к Гоголям, мне привезли еще, ну, короче, это самое, злого, блядь. Я закинулся и чувствовал себя Гоголем, как в пуле, помните, блядь, освободился Гоголем, ёпта, пиздец. Вот и все, вот, блядь, вот и все, короче, вот и весь срок, вот и вся биография лагерной жизни. Буквально через несколько, блядь, дней отмечали Новый Год, я, как обычно, там, нахуярился, ну, пиздец. И все, и сразу прям в эту кабалу наркотическую, блядь, провалился, нахуй. То есть, вот что освобождался, что не освобождался, блядь. Сразу, нахуй, опять в какой-то пиздец, и все. Вот, я сейчас, наверное, закончу. Я сейчас, наверное, закончу. Пацаны, я приехал на рынок, мне нужно тут кое-что, блядь, купить. Вот, я, наверное, блядь, мне подальше надо съездить. Вот там припарковаться, у меня пока еще с вами. Вот такая хуйня, вот и вся. Потом я еще употреблял какое-то время, ну, месяцев 8. Вот, были моменты, когда я чуть не сел, но, что говорится, Всевышний меня прям берег. И потом я лег в сентябре в клинику, в бесплатную государственную наркологию. Там была реабилитация, остался на реабилитацию. Вышел, и с 8-го числа, с 8-го декабря я ничего не употребляю. Вот, то есть, с 8-го декабря 2009-го года. Скоро, дай бог, будет, блядь, 14 лет. Вот, вот и вся, блядь, биография. Часто говорят, научился я чем-нибудь в тюрьме. Ну, тюрьма ничему не учит. Она только, ты только деграбируешь. Тюрьма, школа жизни, это хуета. Тюремная жизнь не может, но эта жизнь нахуй никому не сралась, если честно, блядь. Вот. Люди, которые сидят, они просто вынуждены сидеть. Никто просто так сидеть не хочет. Это может, редким исключением каких-нибудь, там, не знаю, бомжей, кому уже, блядь, просто идти некуда. Это первый момент. Я выучил английский достаточно хорошо, я вообще читал все. Любую, по всей художественную литературу. Вот. Поэтому, ну, это у меня не тюрьма, как бы. Я просто сам занимался этим. Как по карточной системе зубрил, учил и так далее. Вот. Я прочитал много литературы, очень много, разной. Но вы знаете, в чем дело? Я бы английский мог и здесь выучить. Если бы не употреблял и хуйню не занимался. И прочитал бы я здесь не меньше. Другое дело, там время больше. Сейчас я редко читаю, ну, я читаю каждый день, но мало. То есть я в день там читаю по 10-15 минут, но там я прям хуярил где-то взахлеб, потому что делать больше нехуя. Вот. Поэтому, ну, то же самое учил английский. Здесь у меня, как бы, время особо нет, мотивации. Да и голова уже не та, все-таки, знаете, 20 лет назад. И мозги были другие, запоминали все легче. Сейчас, конечно, с этим сложнее, но в силу возраста. Но это не тюрьма мне помогла, это я сам себе помог, просто вот в силу... Я там тренироваться начал четвертым сроком, вот до сих пор тренируюсь, спорт я постиг там. Но все это я мог постиг, ну, всем этим я мог и здесь заняться, поэтому, ну, как бы... Все это хуета. Вот. Вот и все, закончилась биография лагерной жизни. Биографию той жизни, блядь, какой я жил на свободе, я буду выкладывать на бусте. Подписывайтесь, поддержите канал, кому интересно, посмотрите видео. А здесь мы в любом случае что-нибудь надыбаем. У меня есть несколько примеров, там, Хованский, который там делает какие-то обзоры на Мавроди, ну, это пиздец. Хотя нашел свою нишу хули, отсидел сколько там, три месяца и замурчал. Ну, как, в общем-то, чаще всего и бывает ее. Все, берегите себя, я благодарю ребят, которые подписаны на меня на бусте, которые помогают копеечке на стримах. Каждому, кто смотрел этот ролик, я желаю всего самого хорошего, здоровья, счастья в личной жизни, бабла. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова